Короче, короче, еду я такой мимо ресторанчик, смотрю Бэкст, и смотрю у него есть водиларестик. Ну заезжаю я такой, заезжаю, тут очередь, тут уже тачка какая-то жёлтая стоит. Я такой, поворачиваюсь, дратути, он мне такой, дратути, и я ему говорю, мне пожалуйста, кола лола, наггетсы гагетсы, бургеры шмургеры, и... А, и меня, короче, тут начинает толкать какой-то другой водила, и я смотрю, там девах тоже в шоке. И они куда-то скрываются. И это просто взрыв мозга, и это, короче, просто коллапс, и это пишут в новостях, и всё, это, короче, самый Бэкстас... 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 Бэкстасович... Бэкстас... Бэкстас... Бэкстас рестик офигеть... Ладно, пора закругляться. Быстрее, туда! Всем привет, я вновь вернулся в ресторан Тайкон И знаете чего, меня прям ошарашило Вы посмотрите на моих официантов и поваров А также посмотрите на посетителей моего ресторана Все какие-то непонятные оборванцы На них шиворот на выворот одета одежда Боже ж ты мой, что с вами было? Словно апокалипсис какой-то прошелся Или зомби на нас напали Может у меня теперь посетители зомби? Капец, расскажите мне эту страшную историю Что же с вами приключилось-то? Но больше всего меня интересуют не наши посетители, мои официанты и повара Меня интересует наше расширение У нас наконец-то появилась дополнительная зона Где мы можем расставлять всякую мебель И вообще творить всякие дизайнерские чудеса Например, вот такая вот штука у нас теперь есть Давайте купим за 1600 Это расширение у нас будет на улице Теперь мы сможем построить террасу, ребятки Терраса У нас будет шикарная терраса Давайте нажмем на нее Вот она, вот она моя роскошная терраска Теперь я могу спокойненько обустраивать Нашу зону на улице А если я еще раз нажму, ну допустим, за 400 Нет, все, это максимальный размер, ребят, на данный момент Да И что мы можем сделать с нашей терраской? Не знаю Я знаю, что у меня осталось всего 400 баксов И на эти 400 баксов слишком-то не погуляешь Поэтому нужно немножечко заняться ресторанчиком Собрать все денюжки нам в карманчик И потом только направляться в Икею Пока что в ресторане кипит наша вся работа Я решил прогуляться по магазинчику Икеи И все-таки взглянуть на одежку наших официантов и шеф-поваров Потому что в том, что они сейчас одеты Это просто какой-то колхоз Хотя бы вот в это может переодеть их Ну потому что там зомби-апокалипсис какой-то Словно прошелся по моим поварам и официантам Давайте что-нибудь присмотрим Например, китайская, японская для поваров Это вот мне больше ближе вот Вот черная и белая Сколько это дело стоит? Ага, прямо отсюда я нифигашеньки ничего купить не могу Мне нужно самостоятельно выбрать На кого я это хочу дело надеть Ну давайте возьмем наших, допустим Где у меня шеф-повара? Шеф-повар Бористо О, шеф-повар Шеф-повар Чайна шеф-повар Жмякаем И давайте посмотрим Для чайна шеф-повара Чайна Японцы и китайцы у меня будут ходить в черном Давайте вот оденем их в черное Есть Отлично Так, возвращаемся назад Следующий Это итальянский шеф-повар Итальянский шеф-повар будет у нас ходить В итальянском жакете За 15 Блин, жакет 15 Брюликов стоит О боже что мой, как это дорого Но что поделать ради красоты моих официантов Все-таки официанты шеф-повара Это лицо моего ресторана Поэтому они будут у меня Прямо одеты с иголочку Так, следующий у меня шеф-повар Это Джапан Так как у нас Цунами шеф Уже куплена Вот эта вот форма То она мне сейчас будет бесплатна Так что Еще и на Джапан шефа Натягиваем вот эту вот черную форму Дальше Бориста Давайте купим что-нибудь для баристов Оранж бариста Вот в такой форме Очень классный Такой оранжевый 25 Да для баристы Ой-ой-ой-ой-ой Так Нам тут подписчик подбежал что ли Вроде подписчик Что-то об меня трешься Не надо об меня тереться Ребят Это все Это полная залипуха Вы посмотрите что он делает Он просто скочит перед моей камерой Я не знаю Может быть это Новая фишка какая-то Или это троллинг Я не представляю Что он делает Но Я вам хочу сказать Пожалуйста Не делайте так ни в коем случае Я понимаю что это весело Что это забавно выглядит И вы хотите как-то попасть в камеру Но просто играйте И вы попадете в камеру Но не вот такими вот манерами Это очень некрасиво смотрится Нееееет Ребята я купил им форму И вы посмотрите во что она превратилась Они все равно Не в понятной какой-то фигне одеты Ну что же это за дела Я думал что я О капец Вот это попадос Оборван стайл продолжается В общем Ребятки я сейчас бегал в ИКУ Прикупил там Небольшие такие перегородки Для нашей террасы И сейчас мы начнем возведение Этой перегородки Перегородка для нашей террасы Готово Теперь можно ее наполнять А наполнять мы нашу террасу будем Вот этими Тепан Яки Тейбл Так что отсюда они убираются Потому что они здесь и так не очень круто смотрелись Так что мы это забираем все на склад Ах да Сперва мне необходимо убрать наших шеф-поваров У нас же есть вот такой вот огроменный Здоровенный Просто шикарнейший стол Я читал комментарии Вы мне все писали Что если поставить к нему стулья То посетители будут садиться за этот стол И наблюдать как наш шеф-повар Готовят Это просто крутяцки Вот мы сейчас это и проверим Правда ли это Или это просто выдумки Надеюсь что это правда Если это правда То это просто мега шикардос А вот эти столы Мы выставляем по краям Получилось у нас тут Вот такое вот интересное сооружение Посмотрим все ли у нас тут Будет работать Теперь необходимо разместить здесь шеф-поваров И давайте попробуем Стащить у нас из зала Пару стульев И поставить за эти столы Вот как раз вот отсюда Мы уберем сейчас пару стульчиков Ой вместе со столом Ну ничего страшненького Кстати еще надо сразу денюжки собрать Раз мы тут очутились Внутри нашего ресторанчика Освободить столики так сказать Во Дремсь, дремсь, дремсь Выставляем сюда табуреточки Одну сюда И одну сюда Посмотрим сядет ли кто-нибудь сюда Или нет Ну что товарищ гриль Настало твое время Давайте мы его отсюда уже как-нибудь свернем Потому что здесь тоже Ну конкретно он Своей попой Стоит в сторону наших клиентов Это как-то не камильфо Так что мы его отсюда сейчас уберем И поставим его на улицу Потому что гриль Это Такая вещь На которой готовить лучше на улице Вот и все Теперь это смотрится куда лучше Чем он стоял бы там Воу-воу-воу Посмотрите у нас тут Андрюха Бармен Надеюсь он будет тут развлекательную программу устраивать Какой-нибудь там Уууу Ееее Оу, ребят, вы посмотрите. Чуваки сели за этот стол. Наконец-то. Блин, я не могу смотреть на этих шеф-поваров. Так, они заказали напитки. Ага. Знаете что, я думаю, что нам ещё стоит перетащить напитки тоже на улицу. По крайней мере, вот эту вот палатку, она такая уличная, летняя, классная. Так что давайте-ка мы её тоже перетащим. Ставим её вот сюдашеньки. И также возвращаем нашего Бористу. Слушайте, ну вроде ребята здесь едят, заказывают пищу и всё здесь здорово. Так что я думаю, что следует здесь поставить ещё пар стульев. Вот посетители у нас садятся за той стороной. А если я сейчас ещё поставлю парочку стульев с другой стороны, то есть вот с этой вот. Как они сюда сядут? Давайте-ка мы это и затестим. Вообще, сядут ли они на эти стулья с другой стороны. Так, и вот так. Ну если сюда кто-нибудь сядет, это просто будет офигенно. Вы прикиньте, сидите так за столом, бок о бок к шеф-повару и так коситесь немножечко налево и говорите, Псс, слышь, ты мне по-моему соли не досыпал. Хе, это будет круто. А знаете, какую умопомрачительную вещичку мне писали ещё в комментариях? Если я сделаю вот такую вот штуку, смотрите. В общем, ребятки, мы имеем вот такой вот столик. Ставим его и расставляем вокруг него кучу сидений. Просто вот таким вот методом, способом, всяко-разно расставляем наши креслица. И теперь, по идее, за этот стол должно сесть 8 человек. Ну, в принципе, это реально. Но мне кажется, это будет очень тесно, чтобы есть в окружении такого количества людей за таким небольшим столиком. Ну что ж, посмотрим, затестируем. Почему бы и нет? Воу, ребята, это реально так. Вы посмотрите, сколько уселось за один стол людей. Офигенно. Спасибо вам за эти комментарии. За эти сообщения я даже не мог догадаться о том, что за этот стол могут сесть сразу практически 8 человек. Правда, сейчас 7, но сюда ещё один точно бы поместился. Да ладно! И сюда тоже сели. Я предлагаю выдвинуть этот стол немножечко вперёд, чтобы мы смогли поставить ещё сюда и сюда сиденьку. Пускай тут тоже сидят по краям товарищи. Ох, это просто офигенно. Ребят, я, кстати, придумал, куда притарабанить нашу табличку Welcome. Так как у нас появилась теперь терраса, этой таблички теперь здесь не место. Нам её необходимо с вами перетащить. Тарабаним её на улицу. И вот здесь вот ей вообще самое место. А также я ещё прикупил арочку. Давайте посмотрим, как она здесь стояла бы. Ну, вот если я вот так вот сделаю, то будет просто великолепно. Поэтому нам необходимо убрать небольшую часть забора. Вот так вот нормально. Ну что? Ну, вроде нормас. Смотрите, теперь наши тэпаньяки. Гриль и тэпаньяки. Плиты будут стоять вот здесь, в углу. А наш стол тэпаньяки мы поставим вот здесь. Опс, случайно гость прижал. Мо-хо-хо-хо-хо, несите мне нож, я сейчас его подготовлю к ресторанному бизнесу. Воу, за этим столиком мне оставили 81 доллар. Это с семерых человек. Опс, развалился чувак. Не выдержал этого натиска моего ресторанного обучения. Ну что, ребята, делайте ставки. Сядут ли за такой столик? Хо-хо-хо, просто офигенно длинный столец на 10 персон. Кажется, кажется рассаживаются. Ну да, вполне реально, что они сюда усядутся и в 10 человек. Ну что ж, посмотрим. Пришло время открыть в нашем ресторанчике небольшое подразделение для автолюбителей. У нас даже есть такая функция. В Макдональдсе это называется МакАвто, а у нас будет это называться Водилорестик. Заезжайте в ресторан Бэкста, чтобы прикупить еды, не вылазя из своей тачки. И вот такая вот функция у нас есть. Драйв за 1250. Давайте эту штуку прикупим, посмотрим, какие вариации есть. Мне кажется, вот это вот похоже на ларёк-марёк, который обычно стоит возле платформ поездов. И не только, в принципе. Это у нас, похоже, будка кассира. Подайте, пожалуйста, за туалет. Ну, то есть это туалетная будка. Вообще никак. Ну, вот это вот похоже на будку с пироженками. Знаете, такой ларёк-марёк с пироженками. Хм, ну я думаю, что самое цивильное. Да что там цивильное, вы посмотрите на мой ресторан. Это же какая-то, блин, я не знаю, титаник, какие-то трубы сверху. Так что, в общем, возьмём вот эту вот штуку. Покупаем. Так, где... А, с этой стороны, вы посмотрите, там уже тачка едет. Уже какая-то зелёненькая тачка к нам заезжает в мой драйв. Ага, что-то там заказывает, а там-то никого и нету. А можно мне туда зайти и обслужить своих посетителей? Пустить меня! Пустить... Ох, да. Можно, можно посмотреть, можно. Блин, здесь придётся дверцы делать. Сюда же не пройдут наши официанты. Так, давайте попробуем отсюда убрать. Ммм, я думаю, да. Этого нам будет достаточно. Свободная касса. Да, слушаю, я вас... Я ваш заказ сейчас приму. Подожди... Чё-то... Чё-то не принимается заказ, подождите. Так, так, пироженки, чё-то там сок и чё-то ещё. Ладненько. Надеюсь, что официанты сюда это всё дело принесут. Подождём, посмотрим. Так, кажется, они забрали и оставили чаевые. Ммм. Неплохо. А мне казалось, здесь кто-то должен всё-таки стоять и это дело всё... Принимать и отдавать. Ты на гриле изготовил суп? Что там было? Я не увидел. На гриле лапша? Это просто шедевр! Ну ты итальянский шеф-повар. А, так мы же можем меню посмотреть. Чё у нас там итальянцы готовят? Итальянец сготовил... Блин, да тут ничего такого нету. Ну, скорее всего, спагетти он сготовил. Больше, чем уверен. Спагетти на гриле. Какая тачка! Ну, ребята, вам, походу, придётся подождать. А, вот, ребята, я нашёл то, что вот в драйв можно нанять, оказывается. Ну, давайте возьмём одного. Пацана. И одну девчонку. Там же две кассы всё-таки. Вот, вот, теперь всё. Стартворк. Стартворк. И всё, по идее. Так, забираем эти деньги. Вы стоите здесь? Да, они стоят. Офигенно. Вот это я понимаю. Вот это бизнес. Нет, я не пущу вас! Женщина, вы меня сбиваете! Боже ж ты мой! Блин, а как она сидит в серединке? Что у тебя за машина такая, а? Вот что значит женщина за рулем. Нет, женщина, подождите! Куда вы едете? Вы ж меня собьёте! Точнее, вы меня сейчас задавите. Ну-ка. Дальше я вас не пропущу. Платите штраф. Платите штраф, говорю. Вы посмотрите на её открытый рот. Она просто в шоке. Она исчезла. Я всегда знал, что в роблоксе водятся полтергейсты. А что, если я захочу ещё один автористик? Дайте мне апгрейдить ещё один автористик, а фигушки тебе. Нифигашеньки тебе. Вот так вот это и называется. Но это не важно. Вы посмотрите, сколько ко мне пришло народу и село за один стол, чтобы поесть. Это уже о многом договорит. В общем, ребят, вот на этой позитивной нотке. Я думаю, что мы можем закруглиться, потому что на этом, в принципе, всё. Пока что это всё, что добавили в игру. То есть, это у нас терраса появилась и появилась водиларестик. Как я его называю. И думаю, что здесь появится много ещё интересного. Так что, стоит чуть-чуть подождать. Если вам это видео понравилось, то не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии. А я с вами прощаюсь. До нового видео. Пока-пока. Пока. Пока.